В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. 58 юношей и девушек стали обладателями именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. Это такой колоссальный источник энергии, которой сегодня можно подпитаться. Доступно всем. Каждый житель муниципалитета теперь может сделать прививку от ковид-19. Мы призываем делать антитела, вырабатываются хорошие. Большую новогоднюю елку установили у Дома культуры в поселке совхоза имени Ленина. Мы там все делаем, конечно. Я стих даже рассказала. Это с подарками не дай. В детской школе искусств Видного прошла торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. В числе самых лучших и достойных 58 юношей и девушек. Гимном Российской Федерации открылась торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора Московской области и главы Ленинского городского округа. В зале Дыши и Видного настоящий золотой фонд. Ребята приехали из всех уголков муниципалитета. Поприветствовал юных гостей Алексей Спаский, который пожелал подросткам не останавливаться на достигнутом, а всегда стремиться к большему. Это такой колоссальный источник энергии, которой сегодня можно подпитаться для того, чтобы независимо от того возраста и чем ты занимаешься, дальше как-то с ускоренной энергией побежать, творить добро и делать Ленинский округ лучше. Стипендии вручаются уже 14 лет подряд. За это время ее обладателями стали почти тысячи самых талантливых и достойных ребят. Спортсмены соседствуют с художниками, певцы-танцоры, с победителями различных олимпиад. И все они в свою очередь подготовили общую благодарность от стипендиантов. Ивану Данилову выпала почетная миссия вручить главе Ленинского городского округа символическую звезду. Уже несколько лет молодой человек в рядах детско-юношеского движения Юнармия. В этом году Иван Данилов занял первое место на областном конкурсе «Я наследник победы». Его видеороли, главным героем которого стал ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский, признали самым интересным. Однако молодой человек видит свое будущее не в творчестве, а в физике. И потратить стипендию, а это 10 тысяч рублей, он собирается на учебу. Я их уже распланировал, так скажем, на дальнейшее образование свое. Вот впереди, так как я являюсь учеником 11 класса, впереди единый государственный экзамен. И хочется как-то подготовиться по максимуму. Поэтому я думаю, что я потрачу деньги на образование. Талант, конечно, дается от рождения, но без помощи семьи и чуткого руководства педагога или тренера никуда. Сразу две ученицы, преподавателя по классу эстрадного вокала Детской школы искусств Видного Натальи Малой, стали обладательницами тепломов. Безусловно, это дает большой стимул к движению вперед. И самое главное, когда они видят, что все их результаты, заслуги, победы отмечаются еще и на высшем уровне нашим руководством, то это, конечно, стимулирует их еще больше трудиться. Ирина Исаева занимается вокалом уже шестой год. Три из них в ансамбле «Эврика» под руководством Натальи Малой. За это время она много раз становилась победительницей различных конкурсов и фестивалей. Но сегодняшнее признание для девушки особенное. У меня есть в комнате уголок, так сказать, полочка, где стоят все мои награды. Я поставлю эту награду в центр, чтобы все видели. В этом году в заветном списке 58 фамилий. 8 человек удостойны стипендии от губернатора Московской области, 50 от главы нашего муниципалитета. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Московской области набирает обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. В муниципалитете каждый желающий может сделать прививку препаратом «Гамма-Спутник Ви». Правда, есть несколько ограничений, которые нужно учитывать, обращаясь в поликлинику. Обо всех нюансах в нашем интервью с заместителем главного врача в РКБ по поликлинической сети Еленой Зинатулиной. В начале декабря первые 150 доз вакцины «Гамма-Спутник Ви» поступили в Видновскую районную клиническую больницу. Первыми были привиты те, кто находится в постоянном контакте с другими людьми – учителя, медики. В настоящее время вакцинация начинает приобретать массовый характер. За последние полгода коронавирусная инфекция, темпы ее не снижаются, вот эта инфекция распространения. Заболеваемость, мы еще даже по последним итогам, она не снижается. То есть заболеваемость у нас сохраняется на прежнем уровне, но также количество и обращений, вызовов на одном сохраняется. Поэтому только один из методов предупредить уже распространение этой инфекции проводится, вот это иммунопрофилактика вакцинации. Это же, чтобы вводится вакцина и вырабатываться антитела на данную вакцину, что предупредит развитие и распространение этой коронавирусной инфекции. Прививку могут сделать люди от 18 до 60 лет. Важный момент – каждый желающий сделать прививку должен сдать анализ на антитела. Мы всем рекомендуем пройти ИФА-диагностику, это обследование напряженности иммунитета, то есть определить антитела к этой инфекции. И если антитела у нас до иммуноглобулина М до 2, иммуноглобулина G до 10, тогда может человек привиться от коронавируса. И если уже больше 10, это уже говорит о какой-то перенесенной инфекции, поэтому мы не рекомендуем делать эту вакцину. Чтобы пройти вакцинацию, нужно обратиться к терапевту, а затем в прививочный кабинет взрослой поликлиники. Вакцина делается двухкратно, она состоит из двух компонентов. Первый компонент вводится в первый день, и второй компонент вводится на 21 день. Поэтому сейчас у некоторых жителей задается вопрос, а вот мы сейчас сделаем, и мы попадаем на праздничные дни, на новогодние праздники. Но это все учтено с нами. Мы будем организовать работу прививочного кабинета и в праздничные дни. Мы так просчитали, что 1-7 практически прививки делать никому не надо, а вот уже все остальные дни, кроме 1-7, работа прививочного кабинета будет организована. Мы призываем делать антитела, вырабатываются хорошие, чтобы не заболеть, потому что, как все знают, переносят все по-разному инфекцию коронавирусную. Кто-то в легкой форме, а кто-то в достаточно очень тяжелой форме. Медицинская сестра прививочного кабинета Людмила Трошина говорит, с каждым днем желающих сделать прививку становится больше. Люди хотят прививаться, да, но предварительно нужно же обследоваться, и немножко затягивается то, что нужно к врачу сходить, обследоваться, а люди очень хотят прививаться. Вакцинация – большой шаг к победе над коронавирусом. Найдите время, сделайте прививку. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Власти Подмосковья закрыли полигон твердых бытовых отходов Ядрово в Волоколамском городском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта тема неоднократно поднималась на заседаниях правительства Московской области. За последние годы в рамках национального проекта были сделаны заметные шаги в части рекультивации полигонов. 10 уже закончили, 7 сейчас идет рекультивация, еще 14 проектирования. Гидрово в 2021 году становится в проектирование, и затем здесь будет также наведено полное соответствие экологической безопасности. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что экологическая проблема остается одной из главных в подмосковном регионе. Сегодня полигон закрывается, это один из таких важных символов того, что Московская область идет по пути построения современной системы обращения с ТБО. Это вызов времени, который уже дальше нельзя было откладывать, и крайне важная веха для всей московской агломерации. Также, по словам губернатора Подмосковья, до конца года в области будут закрыты все мусорные полигоны. Переходить железнодорожные пути нужно по пешеходным переходам, мостам или тоннелям. Это известно всем. Но многие взрослые стремятся сократить путь, поэтому идут прямо по рельсам, подавая дурной пример детям. На станции Расторгуева прошла профилактическая акция, направленная на обеспечение безопасности пассажиров на железной дороге. Как отметил инспектор по делам несовершеннолетних, Павел Бахров, станция Расторгуева – самый травмоопасный участок железной дороги по Велецкого направления. В связи с этим тут регулярно проходят профилактические мероприятия, призванные напомнить пассажирам правила поведения на железной дороге и последствия пренебрежения ими. Рейды организовывают сотрудники администрации, РЖД, представители казачьей дружины и полиции. Время проведения обычно – вторая половина дня. Люди возвращаются с работ, несовершеннолетие возвращаются с учебных заведений и большое количество пассажиропотока. Ведновчанин Владимир Агличев пользуется железнодорожным транспортом, так как работает в Москве и часто становится свидетелем нарушений. Заборчик, наверное, какой-нибудь надо поставить, потому что туда бесплатно ездит, там тоже прыгают, и здесь прыгают. Прыгают взрослые, дети прыгают за ними же. Владимир признается, что и сам иногда нарушает правила безопасности. Бывает, когда зарплаты нет, прыгают, а что делать? Печально, но пример несовершеннолетним активно подают взрослые, думая, что железная дорога – это не шоссе в час пик. Один-два поезда пройдут и можно идти. Оказывается, нельзя. Об этом говорит статистика. При проведении профилактических рейдов на станции Расторгуева выявляются несовершеннолетние граждане по статье 11.1.5 Кодекса административных правонарушений «Переход железнодорожных путей в неустановленном месте» и доставляется в подразделение по делам несовершеннолетних линейное управление Москва-Повелецкое Министерство внутренних дел. В ходе рейда на станции Расторгуева были задержаны двое подростков, перебежавших рельсы в неположенном месте. Что подвергло именно вас это совершить? Вы залезли на платформу, прошли неустановленных местах. Студенческие нам отменили. Студенческие отменили. Значит, должны находиться дома. Инспектору пришлось позвонить родителям несовершеннолетних. Ваш ребенок сейчас был задержан нами на станции Расторгуева. По статье 11.1.5 «Проход железнодорожных путей в неустановленном месте». Профилактические акции на станции Расторгуева проходят еженедельно. Также сотрудники полиции РЖД постоянно дежурят около платформ. В ходе этого рейда был оштрафован еще один взрослый и один ребенок. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Витнет-ТВ. У Дома культуры в поселке совхоза имени Ленина установили большую новогоднюю елку. Побывали здесь и Дед Мороз со Снегурочкой, которой подарили местным ребятишкам праздничное настроение и сладкие подарки. До самого волшебного праздника в году еще две недели, а Ленинский городской оборудов уже вовсю сияет праздничными гирляндами на новогодних елках. На главной площади совхоза имени Ленина у здания Дома культуры большую зеленую красавицу начали устанавливать еще днем. Центральная площадь УДК – традиционное место для елки. Но в этом году, к сожалению, в бюджете не было заложено денег. И благодаря нашим спонсорам, акционеру Ротагра, мы приносим праздник в каждую семью. То есть новогодняя ель в центре района все-таки это создает и атмосферу, и детям праздники. А к вечеру в совхоз имени Ленина приехали те, без кого невозможно представить Новый год – Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз! Вот он идет, дедуля! Ребята вместе с любимыми новогодними героями отгадывали загадки, водили хороводы, играли в подвижные игры и читали стихи. И стоит она колдовом, не мертвец и не живой, снова волшебным очарован, весь опутан, весь окован, легкой цепью буховой. Параллельно продолжалась работа по установке на площади новогодней елки. Некоторые родители из пришедших на праздник не удержались и тоже решили помочь. Холодно ребенка ждать, что же тут стоять просто так. А потом это хорошая медитация, мне кажется, в связи с неспокойными событиями везде у нас. Я получаю большое удовольствие, честно. Вот можете присоединиться, спать буду точно спокойно сегодня. Ну и конечно же Дедушка Мороз к ребятам пришел не с пустыми руками. В его волшебном мешке нашлись сладкие подарки для всех. Подарки получили, дышки рассказали, ну очень хорошо. Мы там все делаем, конечно. Я стих даже рассказала, это с подарками дай. С нами Дед Мороз играл. Играл Дед Мороз. Тебе понравилось? Да. Легкий морозец на улице не помешал ребятам повеселиться от души. А Дед Мороз со Снегурочкой отправились дарить праздничное настроение в другие поселения муниципалитета. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.